Это программа новости Сургута 24. Здравствуйте! В студии Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. Приближается сезон ремонта дорог. В Сургуте в этом году не только обновят покрытие магистралей, но и продолжат работы по устранению колейности. Не убрали снег, придется откачивать лужи. Сургутяне с приходом потепления жалуются на потопы во дворах. И расселение по принуждению. Сургут в этом году завершит программу по переселению из аварийного жилья. Что будут делать с теми, кто отказывается покидать свои деревяшки? В Сургуте в этом году продолжат работы по устранению колейности. 42 участка ликвидируют в грядущем сезоне. Их общая протяженность более двух километров. Об этом накануне вели речь в Думе Сургута в ходе заседания Постоянного комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города. Контракты с подрядчиками на эти работы сургутская мэрия намерена заключить в ближайший месяц, чтобы к лету исполнители уже приступили к ремонту. Закончить, устранять колейность должны до октября этого года. Кроме этого, летом начнут приводить в порядок и 10 внутриквартальных проездов. Информацию давали о девяти проездах. Один проезд у нас большой, мы его на два участка разделили. Это утром «Переслед победы» в сторону проитарского. Поэтому 10 внутриквартальных проездов мы сейчас перечнем. По ним готовится сейчас медная документация дорожно-транспортной дирекции. Планируем к 15 июня заключить контракты и до 30 сентября текущего года работаем эти выполнения. У нас есть перечни проездов, которые необходимо отремонтировать. Мы уже говорили о том, что бюджет ограничен, поэтому все проезды единомоментно отремонтировать невозможно. Кроме того, на комитете Думы обсудили и вопрос благоустройства дворов. Напомним, эти работы традиционно начинаются летом и подразумевают не только установку детских или спортивных площадок. В рамках этой программы жители коллективным решением могут отремонтировать дорогу или расширить парковку. В муниципальном бюджете заложены средства на реновацию 12 придомовых территорий. Но, как ранее сообщалось в администрации, чиновники планируют расширить компанию. Также мы обсудили частично уборку внутриквартальных проездов. Тоже видит администрация по этому вопросу проблематику в части минимальных тарифов по уборке. И она будет выходить с инициативой, в том числе, чтобы эти тарифы пересмотреть. Потому что мы видим текущее состояние по ценообразованию. И понимаем, что подрядчики неактивно заходят. В том числе, мы увидели, что неактивно заходили на те крупные объекты, в том числе на городские улицы. Поэтому здесь необходимо работать. Расселение аварийного жилья – один из приоритетов. В Сургуте за последние три года на решение этой проблемы потратили почти 6,5 миллиардов рублей. С 2020 по 2023 годы в новые квартиры переехали более полутора тысяч семей. В городе завершается кампания по улучшению жилищных условий. К лету мэрия намерена полностью закрыть вопрос с аварийными домами. Однако остаются и те, кто все еще не согласен переезжать из своих деревяшек или забирать выплату. Что делать с такими семьями и почему сургутяне отказываются улучшать свои жилищные условия? Смотрите в сюжете Карины Алексанян. В квартирах холодно, а крыши в любой момент могут обрушиться под тяжестью снега. Так о своих домах рассказывают жители Дорожного. Дело в том, что многоквартирники с 11 по 13 в поселке признаны аварийными и уже преимущественно расселены. Остались всего несколько семей. Здесь все остались одни многодетные с маленькими детишками. Ни раньше, ни позже, чем в 20 градусов мороза, они нам выключают отопление полностью и начинается у нас срез труб. Это управляющая компания? Управляющая компания. В 20 градусов мороза нам просто с детьми надо сидеть возле батареи, потому что везде гуляет холод. И если чуть больше будет, вот представитель сантехник стоит, у нас сразу же перемерзнет вода во всем доме. Опасения у жителей вызывает и снег, скопившийся на крышах. Под его тяжестью переживают сургутяне, может обвалиться кровля. Трактор у нас в этом году, наверное, один раз был, да? Я сам на свои деньги нанимал трактор. Здесь вот у нас стоит трактор. Ну, я заплатил, у нас снег вычистил. Все. Один раз в этом году только приехал. Крышу ни разу не чистили. А дворники, ну, как бы дворники ходят, чистят. Однако, несмотря на все страхи, покидать свои квартиры жители не хотят. Впервые информацию, что строения будут расселять. Собственники получили в 2019 году. И даже были готовы переехать, но после передумали. Дело в том, что дома с 2011 по 2013 в Дорожном не только аварийные, но и фенольные. Это установили экспертизы, что провели и сами собственники, и мэрия. В 2022 году правительство России запустило соответствующую программу по ликвидации таких строений. И теперь жители хотят, чтобы их дома расселили не как аварийные, а как фенольные. В квартире очень холодно. Мы спим в одежде. Мне полагают еще просто не бегут. Я думала, что зайдет. Отлично. Ну, боимся, да. Ну, а что теперь делать? Ну, мы согласны ждать финансирования по фенолу. В фенольных домах многие из нас заработали разные болезни, скажем так. Так вот, допустим, и дети наши тоже это самое. Мы, естественно, настаиваем, чтобы нас переселяли по фенолу. Почему принципиально, чтобы не по аварийной программе, а по фенолу? В чем вы считаете будет разница? Ну, в чем считаю разница? Вот, допустим, если у меня 42 квадрата, да, квартира, мне предоставляют эту площадь. А когда переселяют по фенольной программе, 18 квадратов на каждого, это самое, члена семьи. За последние три года в Сургуте на расселение аварийного жилья потратили больше 6 миллиардов рублей. В новые квартиры переехали почти 2000 семей. Вместе с тем, финансирования по фенольной программе кратно меньше. Многие граждане желают, проявляют инициативу переселения по программе фенола. Вот сейчас слушайтесь цифры. За три года нам 6,4 миллиарда выделили. Фенол начали переселять с 2023 года. По фенолу нам выделили 33 миллиона в 2023 году. Это всего 4 семьи. А мы за этот период расселили более 1800 семей. И ввиду того, что на фенол выделяется мизер, и он не решает проблемы. Жители считают, что имеют право за все годы, что они провели в фенольных домах, получить квартиры побольше. Желание горожан воспользоваться более льготными условиями понимают и в мэрии Сургута. Однако эти дома аварийные, и оставлять в них семьи, ждать, когда выделят деньги на фенольную программу, небезопасно. Приоритет сейчас – устранить угрозу для жизни. И администрация делает это с помощью тех инструментов, что есть. Подробнее о том, могут ли жители переселить насильно, и когда в Сургуте ликвидируют все аварийки, расскажем уже в эти выходные в программе «Новости главное». Карина Александр, Мария Ливанян, Даниил Панков, Сургут-24. От подъезда к тротуару вплавь. С приходом потеплений во многих дворах Сургута образовались лужи, перебраться через которые удается с трудом. В жилстройнадзоре Югры объяснили, что это логичное продолжение снежной проблемы. По словам специалистов, реки разливаются у тех домов, чьи управляющие компании зимой не очень ответственно подошли к уборке сугробов. За весь зимний период и начало весны в жилстройнадзор поступили сотни жалоб на коммунальщиков. Проблема, с которой мы сейчас будем вынуждены столкнуться из-за невывоза снега, это подтопление предыдущих территорий и общественных пространств. Дошло до того, что я управляющим компаниям сказал, если вы не можете вывозить снег, заказывайте откачку воды. Потому что люди сейчас будут вынуждены либо выходить в калошах, либо мочить обувь. Это новый шквал негатива в первую очередь на управляющей организации. С такой проблемой столкнулись жители дома номер 4 на Тюменском тракте, что в районе Ауры. В их дворе находится детский сад «Волчок» и начальный блок школы номер 9. Поэтому с приходом потепления, когда на месте тротуаров и проезжей части образовалась огромная лужа, со сложностями столкнулись не только жители ближайших домов, но и родители с детьми, чей путь пролегает через этот двор. Как рассказывают жильцы, дело в том, что ливневая система замерзла, поэтому не в состоянии принимать воду. В этом году, в зимний период, складирование снега, снежных масс, было выполнено на ливневой канализации люки. Сегодня здесь грохнулось людей, наверное, 10, может, 15. Это только за 5 минут. Это пока я стоял, смотрел на это все дело. Сегодня сын шел в первый класс вот здесь, шел и упал. Шел тихонечко, а там вот так яма и налить огромный. Он туда прям все, что был, весь мокрый, весь домой прибежал, плачет. Мы тут тонем, когда у меня ребенок в школу ходит, она приходит полностью мокро. Вот прям вот посюду она пришла полностью мокро. У меня четверо детей в саде ходить вообще тут нереально. Этой зимой там максимум раза 4, наверное, чистили. И то, если это называть, что чистили. Потому что по факту вот был гололед, просто прогладили, и здесь вода стоит, не уходит. Потому что, ну, куда здесь уходить, если здесь глыба снега. Каждый второй получает какую-то травму. Потому что они что здесь падают, сегодня утром сколько человек здесь падало. Вон там сегодня три мамочки с детьми. Три мамочки с детьми на руках. Ну это куда? Вклад в общую победу. В Сургуте представители таджикской национально-культурной диаспоры Вахдар-Север передали для нужд бойцов СВО автомобиль Нива и гуманитарный груз. В посылках теплые вещи, резиновые сапоги, одеяло, белье. То, что сегодня так необходимо на передовой. Участие в сборах помощи члены диаспоры принимают постоянно. С самого начала специальной военной операции. Работают как по адресным заявкам, так и присоединяются к общим акциям. Сегодня в зоне спецоперации выполняют боевые задачи их земляки. Поэтому такая поддержка, уверены общественники, необходима. Машина технически справлена, хорошая, рабочая, полная. Проедет, я очень надеюсь, принесет очень много пользы. Мы тоже живем в этом городе. Это тоже также наша малая родина. Поэтому мы очень активно участвуем и помогаем. Эта Нива не первый автомобиль, который отправляется на передовую от таджикской диаспоры Вахдар-Север. Заместитель председателя общественной организации Шукруло-Темиров, например, в этом году наличные средства приобрел и отправил УАЗ-Патриот. Его примеру последовали и представители других национально-культурных центров. С их помощью в зону спецоперации уехали уже несколько машин. Передача автомобиля и гум-помощи от Вахдар-Севера стала весьма символичной, потому как приурочена к всероссийской акции «Труд-крут», в рамках которой проходит мероприятие «Трудовой фронт», направленное на поддержку военнослужащих. «На постоянной основе формируется отправка таких грузов. Десятки тонн гуманитарной помощи и несколько автомобилей уже в этом году были направлены на линию с силами национально-культурных общественных организаций. Помимо этого, хочется сказать, что активисты, члены национально-культурных обществ помогают не только в сборе гуманитарной помощи, финансовых средств для нужд наших бойцов, но и активно организуют мастер-классы по изготовлению окопных свечей, по плетению сетей, по вязанию теплых вещей. Это тоже востребованная и значительная помощь нашим бойцам». На этом и моя часть выпуска завершена. Впереди блок коммерческой информации «Прогноз погоды». Увидимся на наших каналах. Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет! Я знаменитый суп «Том-Ям». Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в «Том-Ям-Баре». Приходите в центр «Акватория» для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица. Признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону. 59-35-35, «Акватория», улица Магистральная, 36. Там, где есть комнатные цветы, царят уют и гармония. Там, где есть комнатные цветы, есть стиль и индивидуальность. Выберите свои комнатные цветы в магазине «Цветы мира». Популярные и редкие растения в горшках, прекрасный выбор кашпо, а также дополнительных аксессуаров для создания особой атмосферы дома или в офисе. «Цветы мира». Телеплюс. Провайдер твоего города. 24 года в эфире. 24 года музыки, драйва и нашей дружбы. Авторадио «Сургут» празднует день рождения. 27 апреля приглашаем в знаменитый Уолл Пап на шумную радиовечеринку с квизом, подарками и группой Полуянова. Генеральный партнер «Автопати» – компания «Сибнифтигрупп». Авторадио «Сургут». 24 года. «Я хочу, чтобы дети были здоровы». «Я хочу, чтобы дети были здоровы». «Я хочу, чтобы дети были здоровы». Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tenfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Т THEY CINDY! Ну, Господи,Si! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...